Итоги недели подведем сегодня вместе в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. В России начали подводить итоги года. Владимир Путин провел заключительную в 2021 пресс-конференцию с журналистами. Глава государства был в эфире почти 4 часа. И за это время успел ответить на 55 вопросов. Спрашивали о повышении зарплаты и пенсии, о социальных выплатах, ситуации в ЖКХ и, конечно, здравоохранении. Так Владимир Путин подвел итог второму пандемийному году. Новым вызовом и новым проблемам. И в сфере экономики тоже. По словам президента, российский уровень спада составил всего 3%. Это меньше, чем в других странах. Несколько раз за время пресс-конференции глава государства отвечал на вопросы о транспортной доступности. Речь идет о дорожной инфраструктуре. В частности, уже обсуждается строительство трассы Москва-Казань, которую потом продлят до Тюмени. Чем запомнилась эта пресс-конференция президента, мы поговорили сегодня с политологом Сергеем Струченко. Для себя я вышли как раз вопрос, связанный с развитием экономики нашего государства. И в частности, Владимир Владимирович Путин назвал три драйвера экономики, на которые непосредственно делают упор сегодня, в том числе наш президент и руководство страны, премьер-министр, правительство. Это первый драйвер, он назвал это сбережение народов. И здесь он процитировал Александра Солженицына. Действительно, это очень важно, актуально, с учетом, опять же, той же пандемии. Мы понимаем, что болезнь сейчас как раз касается многих, и люди уходят из жизни по различным причинам. Но сбережение народа – это очень важно. Второй драйвер экономики – это развитие и внедрение инфраструктурных проектов. И вот это очень актуально, в том числе и для нашего региона, и непосредственно города Барнула. Мы становимся свидетелями, когда сейчас по инфраструктурным проектам будут в Барнуле реализовываться два серьезных инвестиционных мероприятия. Один из них касается строительства развязки на Зминогорском тракте. И второй – это ремонт путепровода на Ленском проспекте, в районе Нового рынка. А это ни много ни мало, около 5 миллиардов рублей. Поэтому эта тема очень актуальна, и развитие данного направления работы, оно в целом связывает глобальные проблемы, которые существовали годами и сегодня, наконец-то, начинают решаться. А третий драйвер экономики, который озвучил президент, – это повышение производительности труда. Здесь он акцент сделал на том, что в этом будут задействованы все, в принципе, отрасли. Начиная от науки, заканчивая образованием и другими направлениями, которые актуальны для развития экономики. Поэтому в целом, в совокупности, это, конечно, будет усиливать дальнейшие перспективы развития как государства, так и его регионов, и отдельных городов, и все в частности. А в начале недели итоги года подводил губернатор региона Виктор Томенко. Журналисты спрашивали его о самых острых темах, касающихся экономики и социальной жизни края. Например, почему дорожают продукты местных производителей, и почему в регионе образовалась демографическая яма. Подробнее в сюжете. Традиционная встреча в конце года. Губернаторы и журналисты краевых СМИ начали с приятного. По экономическим показателям, 21-й год для края заканчивается неплохо. Валовый региональный продукт должен достигнуть 700 миллиардов рублей. Это будет трехпроцентный рост по сравнению с прошлым годом. Продолжается рост промышленного производства, но простых людей волнует больше, почему едва ли не каждый день дорожает гречка, яйца, масло. Сегодня губернатор пояснил, почему алтайские продукты растут в цене для своих же. Был неважный урожай 2020 года в мире в целом. Естественно, влияние пандемии, когда целые производства останавливались, определенный дефицит сформировался товаров в мире. Российская Федерация встроена в общую, так сказать, мировую экономическую систему. Да, и, конечно, так или иначе, рано или поздно, на нас точно так же отражаются все эти процессы. Реальных рычагов у органов власти, по крайней мере, на уровне региона, безусловно, нет. Еще одна острая проблема в регионе связана с обеспечением жильем детей-сирот. Около 450 человек в этом году получили долгожданные ключи от квартир, в то время как ежегодно их должны получать по 700 сирот. Ситуация осложняется тем, что сегодня рынок не может предоставить должное количество квартир, которые бы соответствовали всем нормам. На встрече не обошли тему и коронавируса, который второй год подряд влияет на избыточную смертность населения. Ковид в регионе отнимает в год по 10 тысяч жизней. Пока единственным инструментом борьбы с пандемией остается вакцинация. Количество привитых все никак не перевалит за миллион. На сегодняшний день это почти 995 тысяч человек. Для того, чтобы достигать коллективного иммунитета, мы должны примерно около 90% взрослого населения привить. Где-то надо миллион 600 нам цифру достигать. То есть еще 600 тысяч человек из тех, которые почему-то к сегодняшнему дню все еще не привились. Надо как-то умудриться, уговорить, убедить. На встречу вновь затронули тему реконструкции Барнаульского аэропорта, которая должна состояться в ближайшие годы. Также журналисты поинтересовались у губернатора, что он думает по поводу протестных настроений и ярлыка депрессивного региона. Революционных каких-то изменений в планах нашей работы не предусматриваются. Они мне представляются достаточно выверенными. Наши планы на ближайший год и на ближайшую трехлетку сформированы, финансово обеспечены, организационно подкреплены и в конечном итоге приводят к повышению уровня жизни в крае. К улучшению ситуации по многим-многим направлениям нашей жизни. Всего за три часа Виктор Томенко ответил более чем на 20 вопросов, в том числе и личного характера. Например, когда он пройдет повторную вакцинацию. Несмотря на высокий уровень антител, в январе губернатор планирует привиться препаратом «Спутник Лайт». Что касается еще одного вопроса про соцсети, Томенко признался, что аккаунт ведет самостоятельно и по возможности старается читать все комментарии, чтобы передавать просьбы и проблемы людей в профильные ведомства. Но когда в крае проживает более двух миллионов человек, не обойдешься без помощников. Коллеги мне помогают делать так, чтобы в конечном итоге в какую-то помойку не превратился мой аккаунт. Потому что очень много ботов, обзывательств. Обзывательств, ну такого чего-то, такого непристойного, так скажем. Поэтому это дело вычищается сразу кого-то там, куда вы их, в черный список относите? В баните? Под конец встречи журналисты попросили губернатора назвать слова, которые характеризуют 2021 год в Алтайском крае. Как ни странно, эти слова не касаются пандемии или вакцинации. Так, по мнению губернатора, уходящий год можно было бы обрисовать следующим образом. Урожай, триумф, театры и наши спортсмены, которые успешно выступили на летней Олимпиаде в Токио. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толка. Алтайский край вошел в топ-20 регионов страны по материнской смертности. Имеется в виду, что за текущий год в крае зарегистрировали 11 умерших беременных и молодых мам. Причины и решения проблем накануне обсуждали алтайские врачи в ходе коллегии по вопросам охраны материнства и детства. Анара Шагирова продолжит. Алтайский край в числе лидеров. Только в этот раз радоваться нечему. 19 мест в списке субъектов России по материнской смертности. 9 случаев летального исхода от коронавируса и 2 от прочих заболеваний. Итого минус 11 жизней судеб. Между тем, даже половина беременных в регионе не вакцинирована от ковида. Показатель привитых едва перевалил за 38%. Накануне вопросы, связанные со здоровьем детей и их мам, обсуждали профильные врачи края. У нас привито примерно процентов 45 беременных по нашему муниципалитету. Вот. Поэтому, как бы, хотя те, которые женщины не привиты, у нас есть примеры, которые очень тяжело. То есть за них сейчас борется 5-е городское отделение реанимации. Вот такие примеры есть. А поствакцинальных осложнений нет. Среди основных причин летального исхода, будь то от коронавируса или других заболеваний у беременных и молодых мам, врачи называют позднее обращение женщин за медпомощью. В стационар они поступают в крайне тяжелом состоянии. По этой же причине в крае погибли 6 детей. Это на 2 случая больше, чем в прошлом году. Еще 17 детей погибли в ДТП, 10 от различных травм, 8 утонули, 4 случайно отравились ядовитыми веществами. В крае зарегистрировано 4 случая самоубийства и 166 попыток покончить жизнью, что на полсотни больше, чем в прошлом году. Что касается младенческой смертности, то ее удается сдерживать. Впервые за 5 лет медицина пришла к минимальному показателю. И все же наибольшее количество младенческих потерь зафиксировано в районах – Каменском, Рубцовском и Славгородском. Сейчас мы обязаны более точечно, вдумчиво понимать каждую причину детской потери, для того, чтобы не допускать дальнейшими, профилактировать ненужные ситуации, как в плане организации медицинской помощи, так и в плане наших, большей частью. Это касается педиатрической службы, необходимое взаимодействие с субъектами профилактики. То есть это и образование, и социальная служба, и комиссия по делам несовершеннолетних. На коллегии напомнили и о предстоящей детской вакцинации. Двукомпонентный спутник М в регион поступит на днях. Прививочная кампания, по словам докторов, еще один способ предотвратить детскую смертность. Анна Рашагирова, Вадим Быстревский. День с толком. Большой резонанс на этой неделе вызвал наш материал про горки. Массовый снос этих объектов для детских забав шокировал барнаульцев. Оказывается, все дело в ГОСТах. Если сначала их требования, согласно которым горки должны возводиться, вызывали исключительно улыбку, то теперь горожане обеспокоены вопросом, где вообще кататься их детям. Площадь Сахарова ежегодно была местом для зимних забав. Каждый барнаулец наверняка помнит здесь огромную горку, с которой охотно скатывались взрослые и дети. В этом же году площадь будет украшать только елка и снежный городок. Во фразе «кататься нельзя любоваться», запятая очевидно. Решение не возводить на площади Сахарова ледяную горку озвучила мэрия Барнаула еще в начале декабря. Правда, причину тогда не называли. Горожане вроде бы не сильно расстроились, надеясь, что дети покатаются на горках хотя бы у себя во дворах. Но не тут-то было. В соцсетях то и дело появляется видео, где тракторы безжалостно сносят объекты зимней детской забавы. Скоропостижное исчезновение горок во дворах управляющей компании оправдывают ГОСТом. Так по нему у горок должны быть ограды, положенная ширина ступенек, специально обученный человек для контроля и даже лед обязан быть из питьевой воды. А вдруг кто лизнуть объект захочет? Поэтому логика управляющей компании понятна. Горку проще снести, чем содержать. В мэрии города нам также пояснили, соблюсти все правила, что выдвинул Гостехнадзор невозможно. Именно поэтому на Сахаровой ледяной горке это зимой не будет. Мнение барнаульцев на этот счет неоднозначное. С одной стороны, это, конечно, травматизм. Почему? Потому что я постоянно здесь хожу, я здесь работаю. И в основном, если даже ребятишки гуляют и катятся с горки, родители даже большое внимание уделять. Родители стоят в одной кучке, дети в другой. Мы даже проходим, они несутся, дети, с этой горки. Травматизм. Дети в первую очередь ждут Новый год как горку. Однако, по словам самих специалистов Гостехнадзора, их внимание направлено только на те горки, которые считаются аттракционами из-за льда и дерева непременно выше трех метров. К слову, такая уже появилась в Барнауле. Правда, катание на ней может обойтись в копейку. Мы сделали не горку платной, мы сделали платным прокат тюбингов. На чем-то же мы должны зарабатывать, правильно? Поэтому прокат тюбингов, он платный, а сама горка, соответственно, бесплатная. Тюбинг может быть свой, и тогда ты приходишь и катаешься на горке бесплатно, либо вы можете взять парки на прокат. А вот ледяные и деревянные горки выше 40 сантиметров по закону именуются детским игровым оборудованием. Оно должно быть зарегистрировано, что крайне сложно сделать самому, или изготовлено по ГОСТу специальными организациями. А в случае что ответственность понесет лицо, указанное в документах, поясняет Гостехнадзоре. Сейчас-то вся проблема в том, что строятся горки просто из снега, нагревается куча снега, заливается водой. Но вот эта конструкция, она никак не может называться оборудованием, вот в том понимании слова, как требует технический регламент. Тем не менее, если эта горка стоит где-то на территории, территория придомовая, считается общей территорией, там машины проезжают мимо, и в принципе-то за то, как эта горка будет эксплуатироваться, будет нести ответственность, наверное, управляющие компании. Поэтому, пока управляющие компании решили перестраховаться и снести горки для своей же безопасности, дети и их родители ищут другие места для зимних развлечений. Вот, например, крыша гаража. Чем не горка? Вот нам подсказала одна девочка, и мы ходим теперь сюда. Их, слава богу, что нашли. Мама, магазин, и быстрее. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. Тем временем появилась информация, что снежные горки во дворах все же не запрещены. Правда, для их сооружения нужно соблюсти ряд условий. Прежде всего, обратиться в управляющую компанию и вместе решить, где можно их строить. Горка должна быть ниже трех метров, с удобными ступенями и устойчивой вершиной. Скат не выходить на дорогу или упираться в препятствия. И за каждой следует закрепить ответственное лицо. За катанием ребенка должен следить родитель. Ну а теперь к новогодней тематике. Правда, поговорим не о самом радужном. В этом году традиционный новогодний салат сельдь под шубой обойдется россиянам дороже на 16% по сравнению с прошлым годом. Только цена на селедку выросла более чем в два раза, сообщают федеральные СМИ. Ну а наша съемочная группа отправилась в магазин, чтобы узнать, во сколько барнаульцам обойдется скромный праздничный стол, а также в чем причина стремительной продуктовой инфляции. Вот это средняя цена получается. Чтобы закупить продукты к Новому году, теперь приходится чаще прибегать к математике. Даже некоторые товары по акции заметно бьют по карману. 193, 139. Подорожало все – от бакалеи до молочных продуктов. Чтобы купить нужные ингредиенты для праздничного стола по экономичной цене, нам пришлось потратить немало времени. В итоге за полчаса собрали минимальный набор. В этой тележке продукты на самую малую часть новогоднего стола. Это салат сельдь под шубой, оливье, на горячее и бутерброды с икрой. И за это придется уже отдать около 2000 рублей. Причем на семью из четырех человек такого набора уже не хватит. А если добавить сюда алкоголь, нарезку, фрукты и сладкое, то конечная цифра на кассе возрастет в разы. Мы решили спросить у барнаульцев, во сколько, по их подсчетам, обойдется стол на главную ночь года. Я не умею культурно говорить в очень большую сумму. В 15-20. Купила виноград, купила сок и бананы. И все. И знаете, 750. Три веки. Очень дорого. Я думаю, в 15-ку это точно. Идешь в магазин покупать и вообще ничего нет. На столе нету, а деньги. Деньги летят. Тысяча пять, пять – это пенсионерам невыносимо. Причин значительного роста цен, говорят предприниматели, много. Например, стоимость мяса стала ощутимой после запрета на подворный убой. Сильно подорожала и молочка, сократились производства, содержать скот стало невыгодно. Закупочная цена молока стала выше на 30%. Такой ползучий рост, устойчивый на протяжении последних, наверное, полугода, мы наблюдаем достаточно серьезно. Я бы так действительно инфляцию продуктовую оценивал не на уровне роста, о котором он говорит, 6-8 максимум процентов, а на уровне 20-30% в реальности. Такая рыночная экономика, отмечает предприниматель, серьезно сказывается на качестве жизни потребителей. Деньги обесцениваются, а рост заработный плат и пенсию далеко не догоняет уровень инфляции и все, что с этим связано. Поэтому в какой-то степени государству, в том числе разгон инфляции и рост цен, оказывается выгоден. К слову, в следующем году, прогнозируют специалисты, резкого роста цен на продукты быть не должно. Однако ждать ощутимого снижения тоже не стоит. Ну а в этом, судя по всему, отказаться от разнообразия на новогоднем столе придется многим барнаульцам. София Яценко, Андрей Печоркин, Вадим Быстревский. День с толком. Если говорить в целом о стоимости продуктов в России и на Алтае, то цены выросли значительно. Эксперты утверждают, что некоторые товары стали дороже на 20%. Стоимость других возросла в два, а то и в три раза. О причинах столь резкого подъема, кому это выгодно, а также о мерах, которые необходимо принять для снижения инфляции в рыночной экономике, нам рассказал председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц. Отдельные категории продуктов подорожали 20-30% по нашим оценкам. Некоторые товары, в том числе и не промышленного сектора, выросли и в два, и в три раза. Вот в частности, в строительстве мы замечаем просто колоссальный рост цены на металл. Очень серьезно растет стоимость энергоресурсов, в частности угля. Иные строительные материалы, продукты питания. Ну, я бы сказал так, есть сезонный рост и есть связанный с конъюнктурой на внешних рынках. Ну, наверное, есть смысл поговорить о причинах этого роста. И здесь, конечно, такая многофакторная история. С одной стороны, можно было бы ограничиться одним словом. Мы же живем в рыночной ситуации. В рыночной, как это порой для многих не грустно звучит, но, тем не менее, рынок диктует свои правила, свои законы. Но, во многом, на мой взгляд, рост цен носит в том числе и искусственный характер. Вот, рыночная ситуация – это одно, потому что, действительно, в мире в прошлом году был достаточно серьезный неурожай по многим позициям. И мы на основе зерновых культур, по мясу видим, в общем-то, рост мировых цен. Естественно, на это не может отреагировать наш рынок. В частности, в той истории, что наши сельхозпроизводители стараются, в общем-то, продать все как можно дороже, когда эта ситуация позволяет. В общем-то, желание такое понятное, но, если вы помните советские времена, то, в общем-то, колебания цен на мировых рынках никогда не затрагивало рынок внутренний. В общем-то, это говорит о серьезной роли государства в регулировании этих процессов. И в наших условиях, наверное, в том числе, одной из причин, то, что государство, в общем-то, ушло из сферы регулирования цен на продукты. А в какой-то степени, в общем-то, определенные государственные институты и механизмы даже подгоняют и стимулируют увеличение цен. Ну, в частности, увеличение налоговой нагрузки. Мы понимаем, что любая налоговая нагрузка ляжет в цену товара и за это заплатит покупатель. Увеличение пошлин, акцизов, рост цен на системообразующие вещи, связанные с коммунальным хозяйством, рост энерготарифов, тарифов на тепло, стоимости газа, топлива на заправочных станциях. Это все вопросы, которые в том числе и в первую очередь регулируются государством. И, естественно, рост в этих сферах, он напрямую, вот как такая основа, начинает разгонять в том числе инфляционные процессы в нашей стране. И мы, как результат, видим все это в ценниках на наших прилавках. Можно ли с этим бороться? Ну, наверное, с этим бороться надо. И здесь, конечно, должна существенно поменяться подход государства к регулированию этих вопросов. Не надо забывать еще об одном крайне важном мотиве, который разгоняет инфляцию. Это отсутствие конкуренции. Вот, с одной стороны, у нас очень много товаров, которые, позиции, которые сосредоточены в руках монополистов. Ну, в частности, вся энергетика. И отсюда, как бы, тоже все идет. У нас очень все более и более становится монополизированным рынок продуктов питания. То есть, появляются крупные сельхозпроизводители, агрохолдинги, которые уже начинают и достаточно успешно, лоббируя свои интересы, диктовать цены на рынке. Давайте не будем забывать роль торговых сетей в этом вопросе. По некоторым видам товара, наценка в торговых сетях достигает 100%. Мы об этом знаем. То есть, о доминировании торговых сетей на наших рынках все больше и больше. То есть, мы, вытесняя малый и средний бизнес, тем самым, в том числе в торговле, в конечном звене ценообразования, убираем конкуренцию. Нормальную, здоровую конкуренцию. И, естественно, торговые сети стремятся к получению максимальной выгоды, максимальной прибыли. И, боюсь, вот лозунг и девиз, то, что цена должна быть такой, за которую ее купит покупатель. А в условиях ограниченного, может быть, производства, торговые сети в том числе начинают этим пользоваться. Ну, не секрет, можно продать, наверное, проще продать 10 изделий с 10% наценкой или одно изделие со 100% наценкой. То есть, маржа вроде та же, а результат совсем как бы другой. Поэтому, ну, одной из инициатив Алтайского союза предпринимателей, к которой мы давно выходим, то, чтобы ограничить, например, планкой в 50% присутствие торговых сетей в муниципальном образовании. То есть, вот сколько бы их ни приходило, но совокупное их количество не должно превышать определенную величину, потому что должна оставаться ниша для предприятий среднего и малого бизнеса. Там, где действительно рождается конкуренция, где на прилавок попадают продукты от мелких производителей, которые никогда в торговые сети зайти не смогут. И тем самым они оказывают давление на рынок в плане регулирования цены. И вот отсутствие конкуренции, отсутствие регулирования со стороны государства, внешнеэкономическая конъюнктура, конъюнктура цен на внешних рынков, рост издержек предпринимателей, рост налоговой нагрузки, вот в совокупности, наверное, это все ведет к росту цен и к тому, что мы видим, какие ценники мы видим на прилавках. Ну а в результате, конечно, конечным звеном, которое заплатит за все это, является покупатель, является гражданин. Большинство государств мира в какой-то степени умышленно девальвируют свою валюту национальную. И как это не цинично звучит, это происходит в том числе и в нашей стране, это очень выгодно государству, потому что, значит, девальвируя собственную валюту, очень легко выполнять социальные обязательства, очень легко, становится легче рассчитываться, например, по государственным долгам, то есть платить пенсии, платить заработные платы, потому что деньги обесцениваются, а рост заработных плат и пенсии он далеко не догоняет уровень инфляции и все, что с этим связано. Поэтому в какой-то степени государству, в том числе, разгон инфляции и рост цен оказывается выгоден. Молитвы, праздничные блюда, песни 25 декабря. Католики отмечают Рождество. Для верующих это один из главных праздников в году. О вековых традициях, о том, что предшествует самому любимому празднику, нам рассказала многодетная семья из Польши, которая уже четвертый год помогает Барнаульской католической церкви. Веселые праздничные песни на польском под живую музыку. Многодетная семья с нетерпением ждет один из главных дней в году – Католическое Рождество. В этом году они будут молиться и готовить традиционные праздничные блюда в Барнауле. Из Польши в Барнаул переехали 4 года назад по распределению на помощь местной католической церкви. По словам католиков, здесь гораздо больше людей, которым нужна помощь. Проблем, что многие люди вообще не знают Господа Бога. И поэтому церковь видит, что это проблема, что человек страдает сильно. Потому что каждый ищет любви. А наконец, один, который является любовью – это Господь. Если человек об этом не знает, он не скажет. Мы видим, особенно в России, как много страдают люди и упадают, и алкоголь, и наркомания, и все такое. Здесь, говорят католики, мало по-настоящему верующих людей на родине, пока гораздо больше. Кроме того, готовиться ко дню рождения Иисуса в краевой столице тоже непросто. Тяжело найти продукты на праздничные блюда. Грибная зуба, борщ с ушками, а ушка как по-русскому? Это пельмени. Пельмени с грибами. Капуста с фасолой. Кутья, где я не мог здесь покупать этого мака. Очень трудно было найти. Кроме праздничного ужина, они читают молитвы, слушают Евангелие и готовят музыкальные выступления. Еще одна традиция католиков – тематическая постановка. Специально к Рождеству каждому из детей шьют костюмы. Семья признается, в Барнауле жить тяжело. Зимы холодные, а летом много комаров. Но о том, что пришлось оставить дом, работу и родных в Польше, не жалеют. Говорят, так распорядился Всевышний. А значит, так надо. София Ценка, Андрей Печоркин. День с толком. Но тем временем специалисты дают советы, как пережить Новый год. До праздника остается меньше недели. Так вот, по мнению наркологов, допустимая доза, которую человек может себе позволить в новогоднюю ночь, это не больше литра пива или 150 граммов крепкого напитка. Что еще советуют врачи, чтобы не встретить праздник лицом в салате? Смотрите в следующем сюжете. Вообще порция, ну так скажем, что в ладошку входит. Вот так примерно, да. Ну, можно скушать. Новогоднее застолье размером в ладошку. В то время, когда Новый год для многих становится синонимом переедания. Стол здорового человека в новогоднюю ночь должен выглядеть так. Индейка, мясо кролика, рыба, овощи, фрукты, морсы из замороженных ягод. Врачи рекомендуют отказаться от майонеза в салатах в пользу йогурта. А еще, несмотря на то, что ночь полна чудес, салаты с каждым часом все равно будут терять свое волшебство. В салаты, которые заправлены луком уже, да, и майонезом, я считаю, на второй день их дать очень уже опасно, да. Вот. Если это ингредиенты, то есть не смешанные в отдельных, так скажем, контейнерах, то есть перед употреблением можно смешать. Я думаю, на следующий день ничего страшного не произойдет. Если мы их непосредственно перед употреблением смешаем, заправим, что называется, и скушаем. Тут от семейных, как говорится, ценностей и привычек все зависит. Точно так же, как и отношение к спиртному. Ситуация с алкоголем в Алтайском крае превышает среднероссийский показатель на 15-20%. И пандемия не позволяет снизить эти цифры. Наркологи напоминают простые истины в новогоднюю ночь. Не смешивать, не пить на голодный желудок. Кстати, существуют даже допустимые дозы спиртного, по мнению ВОЗ. И эти нормы могут многих расстроить. Если говорить о крепких спиртных напитках, это до 150 грамм крепких спиртных напитков. Значит, вино, сухое вино или шампанское, это пределы 200-250 грамм. Если говорить о пиве, то это 0,5 до литра. Новый год – это традиция. Поэтому это не пьянка, а традиция. Поэтому принимать спиртное лучше, так скажем, символически. По словам специалистов, в новогоднюю ночь и в последующие выходные часто выстреливают хронические заболевания. На треть повышается количество вызовов скорой помощи. Часто пациенты попадают в больницы с переломами и ушибами. Причем травмы иногда происходят даже на этапе уборки в доме. Еще большой скепсис у травматологов вызывает веселье на плюшках. Любые зимние забавы должны проходить трезво и аккуратно, чтобы не допустить в том числе и обморожений. Большая часть, которая поступает с глубокими переохлаждениями, они погибают. Люди, которые в алкогольном опьянении, они не контролируют своих сил, возможностей. В период снегопада очень запросто попадают под сугроб, а потом их находит кто-то из прохожих. Что касается ожогов, фейерверк в неумелых руках и салют вблизи жилых домов – не самые лучшие идеи. Как и переедание или отравление алкоголем. В конечном итоге, как встретить Новый год и как в него войти, каждый решает сам для себя. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова